Не поверите, друзья, вчера, как обычно, смотрел своего любимого блогера Хауди Хо, и у него в видео нашел такую интересную информацию. Лично я посмотрел курс углубленный C-Sharp на сайте Unity 3D School. Да-да, вы все правильно поняли. Наши друзья Unity 3D School, про которых я делал уже несколько видео, выпустили новый углубленный курс, который я очень хочу посмотреть. Правда, мне особо им это нравится, я посмотрю. Ну и ладно, я сразу же побежал на их сайт и купил курс, и давайте вместе его посмотрим, а я выскажу, как всегда, свое интересное, всем и нахуй нужное мнение о том, что здесь происходит. И я еще раз напомню представителям Unity 3D School, что я имею право критически высказываться об их произведениях, я нахожусь в рамках правого поля, и, конечно же, повторно, если они попробуют заблокировать это видео или любое другое, мы это оспорим. И, конечно же, это останется на их репутации, что вместо того, чтобы улучшать качество своих курсов, они дальше закупают рекламу и пытаются забанить авторов, которые высказывают честное мнение о том, что они продают. Если вы заметили хотя бы один из признаков плохого кода, то вам следует подумать о рефакторинге, то есть изменении кода, не меняя его внешнего поведения. Что ж ты сам-то его не поменял, а? И что такое закрепощенный код? Ему что, нужно раздеться? Потрогать его за яички, чтобы он раскрепостился? Что сразу хочется заметить. Во-первых, я не посмотрел первые уроки. Я их промотал, потому что, типа, что там смотреть? Он будет рассказывать про коллекцию, он же не будет рассказывать, как, там, ай-нумер был реализованный, там, реализация стандартных коллекций, чего-чего отличается, про структуру данных и так далее. Типа, это, там, особенности линейного расположения данных памяти, амортизация, расширение листов и так далее. Ну, стандартная, да, везде, в любой говношколе, если речь идет о коллекциях, вам рассказывают о том, что есть лист, очередь, там, стэк и, дай бог, словарь, и вы можете ей просто рассказывать о методах, которыми они обладают. Добавить, убавить, расширить, сажать. И здесь, ну, то же самое, да, что-то там добавить, убавить нечего, сказать чего-то тоже нечего. Ну, пересказали справку, пересказали, молодцы. Единственное, что, да, ребята постарались сделать работу над ошибкой. Кто-ли действительно автор курса посмотрел мои обзоры и рекомендации других людей, и уже есть попытка работать по код-стайлу, да, то есть, если определяется какое-то поле в скрипте, то это поле, скорее всего, будет private и serialized field, чтобы оно было доступно из инспектора. Попытка такая есть. Есть попытка сделать нормальное именование членов. Почему нет? Это прекрасно, но это настолько на базовом уровне было сделано, и даже без навыка. Знаете, это когда вы что-то знаете, но у вас еще не сформирован автоматизм. Что на наших курсах, кстати, вырабатывается. Для этого у нас куча домашних заданий. А не какие-то практики мы отдельные за какие-то денежки. А вот реально у вас дрочат, чтобы у вас автоматизм появился. То есть, попытка есть, но не всегда это происходит, потому что если мы там посмотрим дальше по коду, нарушаются те стандарты, которые были даны изначально. Да, была попытка дать какой-то стандарт с самого начала, как-то сделать правильно, но потом по ходу написания материала, записи, это все плывет, потому что у человека не выработана чуйка на это. Он этого не видит, он этого не понимает, если только не присмотрит. Это паблик более с маленькой буквы, в следующем там фрагменте кода, оно по-любому где-нибудь сейчас с большой буквы, и это постоянно. Это есть, но да, опять многие скажут, что что-то к стилистике прикопался, это никому нахер не надо. И, наверное, не надо, и поэтому я бы не хотел это все рассматривать. И, конечно, я сразу перешел к чему-то более интересному, как в целом подается материал. И там, конечно, ждал нас, к сожалению, тихий ужас. Смотря на вот этот участок кода, мне кажется, что организаторы этой прекрасной школы взяли нашего студента или отправили своего преподавателя к нам на обучение. Потому что вот код, на который я смотрю, он написан в принципе плюс-минус по стандартам, которые мы применяем в нашей студии, и на коду, по которому мы задрачиваем стажеров. И я так думал, пока не начался следующий этап взаимодействия автора с кодом. То есть, возможно, кто-то это ему первично помог, и он что-то понимает, но дальше опять он сыпется, когда примеры начинают усложняться. Например, один из наших стандартов, что мы запрещаем протект от поля. Если ты пользуешься Serialized Field, если ты используешь Required Component не как какой-то лайфхак, который тебе подсказали, а как реальную практику, которую ты понимаешь вкупе всей методологии, ты должен понимать, что такое инкапсуляция. Инкапсуляция — это вовсе не про сокрытие данных. Инкапсуляция — это про инвариант. И также, если ты обучаешь наследованию и объектно-ориентированное отношение, ты должен понимать, что композиция не сильно отличается от наследования. Связь из А — это все равно взаимодействие двух компонентов системы. И они в любом случае должны быть инкапсулированы друг от друга. То есть protected с точки зрения инкапсуляции — это то же самое, что паблик. То, что ты разрешаешь только тем, кто от тебя пронаследовался, твое состояние менять, не меняет того факта, что его могут менять. Только если ты очень хитро не сделаешь внутри своей библиотеки через интернал и так далее какую-то замкнутую подсистему. Но в любом случае protected — это тот же паблик. И он нарушает инкапсуляцию. И это стоит понимать. И когда ты это понимаешь, ты перестаешь этой херней заниматься. Ты вспоминаешь про паттерн. Шаблонный метод, про паттерн. И все вытекающие из них про паттерн и стратегия. На самом деле стратегии можно мешать во что угодно, и она превращается в различные паттерны, с которыми мы работаем. И ты понимаешь, зачем это надо. Ты перестаешь так делать. Вот это продвинутый C-Sharp. А не определить какой-то абстрактный метод, заверватить его и начать с состоянием базового класса, химически, как тебе угодно. Знаете, есть такая фраза «постоянство признак мастерства». Это означает, что не мастер, он может выдать хороший результат на коротком отрезке или не часто. Настоящий профессионал, он умеет делать хорошо долго и стабильно. Это означает, что если вы видите у него что-то хорошее, оно у него будет всегда хорошее. А если это не профессионал, он может прыгнуть один раз выше своей головы. Но не сможет это сделать на постоянной основе. Только, наверное, мастера в игре хуем на балалайке могут регулярно выдавать какой-то трэш. И, конечно, со временем пока практика этого... Ну, здесь есть урок практикового УП, ему так и сможет быть практикового УП. И у нас начались опять классические танцы с бубнами, цыганский фокус и 3D-School. Ну, вы все видите, о чем я говорю, да? В 15-й строчке. Опять у нас поиск объектов по тегу. Разрешаем зависимости так. Хотя же человек до этого пытался использовать Recure Component. Что вам дает Recure Component? Гарантию, что будет компонент, который вы запрашиваете, контракт вы делаете. И он такой, а делайте так, а потом хуяк в Fine Game Object with Stack. И типа, а хули ты хотел этим? Ты где-то это подсмотрел или ты реально понимаешь, как этим пользоваться? И то, что он пишет дальше, доказывает, что подсмотрел. Он не понимает, зачем это нужно. Ему сказали, что так пишут профессионалы. И он так делает. Он даже не пытался осознать, а для чего он так делает. Ну и классические фишки, да? Дубля Шкода вот этот излюбленный. Да, вот эти вереницы из GetComponent, вы в GetComponent, дальше GetComponent. Это все есть. Вот эта свертка методов. Правда, в этом, ну, на данном этапе это не видно. Но когда вы там вызываете в метод, в операторе вызова круглые скобки. Это, да, представляете, круглые скобки, это оператор вызова метода. Начинаете вызывать другое, возвращаемого значение, там передаете, там еще. И вот так, а не просто, у вас длинная строка, где каждый что-то там вызывает куда-то. Классика. Постоянство. Мастерство говноделов. У меня на стажировке чуть ли не каждый день проверяю различных мальчиков, которые только начинают свой путь в программировании. И, конечно же, они имеют скромность и никогда не будут записывать курсы о углубленном C-шарпе или о чем-то подобном. И вот я сейчас смотрю курс от примерно такого же мальчика. И я вижу все те ошибки, которые ежедневно повторяются у людей, у которых там 6 месяцев, 8 месяцев опыта программирования. Любому профессионалу очевидно, что в сеттере, ну, ты не можешь на сеттере score менять левел, когда ты назначаешь какой-то score. Заведи для этого отдельный метод. Это не очевидно, это нелогично, это нарушает все стандарты. Также каленым железом мы пытаемся вырезать такие методы, как set. Сейчас я вам покажу. Вон здесь вот он виден будет. Вот видите, здесь снизу. Сейчас промотаем. Где-то тут попал кадр. Давай, не порть мне тейп. А то мне вино-то кончится, если я буду каждый раз что-то перезаписывать. Во, нашел. Видите, вот этот прекрасный этот сентендр. Что знает любой профессионал в программировании? И что есть и QRS, так называемый. У нас есть вполне конкретное предназначение для глаголов get и set. Глагол get читает состояние без его изменения. Желательно. Глагол set устанавливает состояние, а не предоставляет какую-то операцию. Это означает set angel, это буквально angel равно то, что вы нам прислали. Возможно, с какой-то валидацией. То эта валидация должна привести, скорее всего, к exception, не просто if что-то отрезали. И, соответственно, set angel target – это совершенно дебильное название метода. Почему? Потому что этот метод не set angel, это метод look at. посмотри на target, подкрутись к нему. Этот код знает все, да, кто. Как повернуть объект к объекту, гуглят и там stack overflow, вот это вот. Вот это кодец есть. И это look at, это не set angel. И мы тоже это пытаемся каленым железом выжить, потому что все новички так делают. А если что-то метод возвращает, начинается get, и то не всегда, да, он даже может ничего не возвращать, просто get. Как два глагола в мире людей существует, и с этим боремся. А здесь вам преподаватель это показывает. У меня такое ощущение, что преподаватель находится в каком-то абсолютно своем мире. До этого был блог, рассказывал о принципе единственной ответственности. Ладно, хер с ним, закрыли мы глаза на чудовищный, вот он показывает. А, ну, что, UI, это что, UI же не ответственность, правильно, не ответственность с плеера. Значит, что, весь UI мы поместим в другой класс? Ну, да, ну, UI-то он тоже, ты уже понятно, что health point это один UI, это там health point presenter, там player health presenter, что-то такое level presenter, это то, что другой UI score, тоже другая подсистема, в этом принцип, а единственная ответственность, а не в том, что ты какие-то мета-менеджеры выводишь, хорошо, да, это хоть не UI-менеджер, я думаю, если бы они не провели работу над ошибками, это вообще был бы UI-менеджер. Ну, и, конечно же, если мы говорим о принципе единственной ответственности, мы говорим, в принципе, об invariant, тогда ограничивать вот эту вот тему, да, и все, что мы можем, собрать группу полей, группу методов в отдельный класс, но давайте тогда уберем. А взаимосвязь между ними сделаем почище и более формализованной за счет именно интерфейсов, не как синтаксического какого-то инструмента C-sharp, а как какой-то вот абстракции. Ну, и опять-таки, да, он рассказывает нам про health, но при этом почему-то мы имеем здесь уже и таймер, да, и вопрос, почему это мы не спрятали в шутейбл тэнка, а здесь не вывели через нормальный шаблонный метод, манипуляцию с дэмэджем. В общем, вот автор, это вот чистый пример, когда прочитал, кажется, что понял, нигде ревью не проходил, нигде не практиковал, и сейчас вам рассказываю, что вот то, что он говорит про принцип единственной ответственности, верно, потому что он берет эту информацию из какой-то документации, из каких-то чужих книг, а далее вам показывает свои примеры и насквозь нарушает принцип единственной ответственности. Вот весь блок про салид, это просто пересказ справки, а на фоне какая-то демонстрация слов, это просто фантазии, которые не имеют никакого отношения к тому, что автор говорит, то, что он не понимает ни салида, ни принципа единственной ответственности. И мы дальше идем, да, класс танк, смотрим, да, что мы видим, здесь уже ладно, он пытается объяснить там принцип OCP Open Class, принцип закрыт для изменения, открыт для модификации, то есть мы можем расширять функционал, но не можем изменять базовый класс. Это абсолютно нормальная история, да, это такая вот компонентная система у нас получается, опять-таки, за счет паттерна стратегии, подмен реализации, полиморфизма подтипов и все это круто, весело и так далее. И что мы видим, нахуй, в принципе, единственная ответственность, класс танк, блять, он умеет все, он ездит, у него и здоровье, он поворачивает башню, и до этого был разговор, прекрасно, прекрасная речь, вот прям, как бы это сказать, мед для моих ушей, что код должен быть готов к изменению, что он должен быть надежным. И что мы видим в 24 строчке, поиск по UI, хуяк, взяли компонент UI, разрешили зависимость, дальше пользуемся, забыли, что-то не так назвали, не то, добавили, null reference exception, сцена посыпалась, иди ищи, что сломалось. Здравствуйте, какой здесь салит, человек в принципе не понимает, кто, зачем и как это создавал и как это использовать. Прочитать википедию можем все, а именно показать настоящие достойные примеры, которые очерчивают, что вот это, этот принцип, а это им не является, вот это мастерство, которое должен дать вам преподавать. ЛСП, Лисков Сегрегейшн Принцип, это принцип, который показывает, умеет ли человек работать с юнитестированием. В современном C-Sharp, Лисков Сегрегейшн Принцип, принцип пацановки Барбары Лисков, определяется следующим образом. Объект производного класса должен пройти тесты так же, как объект базового класса. Ну, то есть, если мы написали какие-то тесты для базового класса, для типа базового класса, то объекты производного типа должны проходить эти тесты. То есть, вы можете что-то дополнять в этом классе, но вы не должны изменять его инвариант. Вот это ключевое слово, инвариант, блаженный. Вот если это дрочить, этот термин, его изучать, очень многое становится на свои места. И весь код, который писал автор до этого, нарушает этот принцип. Ни один скрипт, ну, возможно, там какой-то компонент классик его и случайно соблел, но из того, что я видел, ничего не соблюдал этот принцип. И, конечно, интересно, а как определит и покажет нам принцип наш пацаненок, наш преподаватель? Ну, и вот, он объясняет, что вот танк и шутабл танк, это одна, ну, они абсолютно следуют принципу постановки Барбары Лисков. В такой реализации, в принципе, в принципе, мы можем это предположить. Но, но, мы в танке видим виртуальные методы, старт и тейк дэмэдж. Это означает, что любой наследник может переопределить эти методы. Уже все, уже нарушен принцип, да, переопределяй, используй. Каким образом защищается пока что автор от этого? Ну, в старте он через бейс старт вызывает базовый метод. Так можно? Нет, так нельзя делать. Вот это вот нарушение, потому что, если не вызовут, простой вопрос, и не вызовут, скорее всего, в какой-то реализации. А тейк дэмэдж, как его будут переопределять? А точно все варианты соблюдят последовательность действий? Да вряд ли. Опять-таки, не достает понимания формализмов. Есть, пересказывают принципы, но в целом, зачем синтаксис C-шарпа так сделан, человеку непонятно. Хотя для этого и есть Protected. Мы должны определить дополнительный пустой метод Protected, вызвать его в базовом, там разрешить это все как-то переопределить, не нарушая пред-пост условия метода, в котором это вызывается. Вот в чем смысл, а не вот в этом. Я вот думал, что сейчас мы отыграемся. Вот сейчас мы посмотрим лекцию по паттернам и в реализациях паттернов. А авторам увидим, что принципы никак не соблюдаются, хотя они, ну честно говоря, много общего, но все-таки лагерь, лагерь там, вот этого Эджайла, Саледа и так далее, это все-таки они даже в некоторой степени считают паттерны вредными, да, что если в вашем коде прослеживается паттерн, то значит вы не до конца абстракцию вывели. Ну и противоположный лагерь паттернов, ну не то, чтобы можно было какой-то холивар вести, но все-таки это части разные вещи, но они перекликаются между собой, да, там в принципе принципы они не и те же проповедуют, ну как мне кажется. И ну хотелось бы посмотреть, да, как автор паттерн понимает, где он там все эти принципы нарушает и так далее, так далее, так далее. И что мы увидели? Мы увидели то же самое, что в предыдущих лекциях, только возведенное в апогей. Каким образом? Человек просто 30 минут пересказывает википедию, берет паттерн, пересказывает его в описании с википедией, там с рефакторинг гуру, и показывает пример отуты же тоже, то есть ни одного, ни одной реализации в юнити паттерна я здесь не увидел. Может она здесь есть, может я как-то протестал, как-то где-то промотал и чего-то не разглядел. Каюсь, могло такое быть, но в принципе я вот если так смотреть, вот опять, да, паттерн абстрактная фабрика. Что мы тут видим? А видим мы что? Или это не абстрактная фабрика, фабричный метод, а мы видим реализацию с википедией. Там паттерн следующий, это стратегия. Видим что мы, еще чуть промотаем, видим реализацию с википедией, или что, откуда-нибудь оттуда. То есть стандартно, никакое отношение к нашей предметной власти, к нашим технологиям это не имеет, просто какая-то абстрактная реализация паттерна. Вот и все. То есть все про паттерны здесь вот так. То есть если вы, паттерн состояния, да, например, если вы захотите как-то понять, зачем это нужно, и научиться этим работать, отсюда вы это не найдете. Вы можете просто перечитать википедию, и узнать то же самое. Или там запинуть фаттернингуру, целую книжку купить за 900 рублей. Спрашивается, да, зачем? Как мы можем подытожить весь этот курс? Является ли он углубленным? Нет, ни в коем случае. Темы, которые про сам язык в самом начале курса, они максимально примитивные, пересказали опять документацию. Дальше человек попытался рассказать про Scriptable Object, про атрибуты, про кастомный редактор, и опять это все на уровне. Открыл мануал там на сайте Unity, переписал там откуда код, ну, возможно, не переписал там, как-то адаптировал, и пересказал то, что там есть. Без каких-то техник, без каких-то примеров, ничего интересного в этом нет. Далее попытка рассказать про Solid, мимо, да, это банальная трактовка. То есть, если вы начнете углубляться в Solid, вы поймете, что человек вот как раз находит в самом начале этого понимания, и если углубляться дальше, понимаете, в чем не так. Например, Dependency Inversion Principe трактуется новичками, как то, что ну, мы должны все эти длительности через интерфейсы работать. А те, кто уже в этом немножко разобрались, понимают, что в большей степени этот принцип про разделение слоей абстракции и правильные работы вверх и вниз, и что можно делать вверх, а что можно делать вниз. И об этом принципа вовсе не о том, о чем говорит, допустим, автор. Про паттерны то же самое, только еще хуже. Абсолютно копипаста с документацией, без каких-либо конкретных примеров. Ну, и практический блог, где автор попытался написать свой проект, и, конечно же, у него это не получилось, потому что работа над ошибками проведена, и, честно, этот курс гораздо лучше, чем то, что мы видели до этого. Ну, честно, мне на самом деле местами даже понравилось. Если бы это было не так затянуто, возможно, да, и не по часу эти гигантские лекции. Но все же это уже лучше, чем было, честно. Это лучше, чем было. Но пока что, конечно, не продвинутый уровень. Если бы это называли, там, джуниор, да, или стажерский уровень, ну, какие проблемы? Когда вводят в заблуждение, говорят, это продвинутый уровень. Да ничего тут продвинутого нет. Так, шляпа для студентов, и не более. Продвинутый уровень